авиаметал наконец-то нашли мне груз 500 миль за 1300 сейчас решил заехать по пути в русский магазин купить себе супов и вообще человеческой еды и сразу погоню туда так на дороге просто припарковался на аварийках пойду быстро закуплюсь но это конечно писец облом они закрыты на ремонт остался и в очередной раз без супов переехал на загрузку нет искал набор 5 вот заехал сюда со второй попытки не ожидал что дверь будет такая взял маленький радиус пришлось задом сдавать здесь вообще нет проблем как он будет тут грузить наверное какой-то мостик будет ставить большое пространство загрузили супер быстро две минуты наверно на это потратил четыре каких-то тартушки но это металлы как он сказал что 40 тысяч фаундов это все весит поэтому кину по две стрепы на каждое дело с концом загрузился у меня опять открылся тент немного скинул фотку своему начальнику написал приезжай на ярд 40 минут меня до ярда ехать я не знаю для чего пусть посмотрит выезжая не засек сколько я здесь провозился на этом ярде начальничек мой как обычно что-то там починил что-то чинил но результат как обычно и никакой не как обычно на второй раз я уже так приезжаю что-то он там подкрутил чуть-чуть стало лучше но не настолько чтобы я сюда час потратил сюда ехал 2 часа здесь проторчал ехать заказ на 500 миль 1320 платят моих получается 370 регатор 9 часов показывает я выставил сейчас все остановку 186 миль будет заправка покушать искупаться все как обычно добрался до заправки вот кстати что мне сделал мой начальник он просто стянул супер изобретение ну и как обычно парковочка своем стиле у меня здесь еще такие есть 10 баксов стоит перекусил отправляюсь дальше ехать еще пять часов 329 миль надо сегодня доехать то я буду опять поздно не знаю в час свои два ночи посмотрел сейчас интервью дудя задоровым хоккеистом там сказал что английский очень простой язык говорит всего 500 слов выучил и уже это можно интервью давать я не знаю или он супер гений или у меня какие-то проблемы с памятью но купил сейчас все блокнот буду выписывать слова надо браться на английский заехал на рестерию сейчас вы мою себе клубнику моюсь начинает так чуть-чуть вырубать проснулся сегодня в 6 утра зачем-то непонятно зачем и не мог уснуть придется ехать до 12 ночи сегодня приехал на трек-стоп который в десяти минутах здесь что-то ребята вообще стоят здесь как-то нереально в четыре слоя уже что-то проезд еле оставили место я здесь не найду но у меня уже что-то традиция ночевая где-то на обочинах вон там где-то завтра я разгружаюсь здесь по моему идеально но оставлю габариты на всякий случай чтобы никакой умник не урезался у меня сейчас пол восьмого прогревают рак туда куда-то поеду искать свою ферму место вообще было не идеально блин я думал тут толком не будет ходить поезда здесь очень часто ходили причем такие очень длинные и еще сигналены спалось не очень груз как у меня это интересно реально так вес на двух стрепах я вам уже поснимал мне вот сюда надо будет заехать в принципе не особо сложно это вот очередь видимо из канисток этот следующий я после него заезжает следующий уже заезжает минут 10 там еще взрослый мужик за роли видимо неопытный паркнулся но меня тут как обычно никто не встречает это пацан сказал что типа жди я не пойму еще как они здесь будут разгружать надо было эту открывать или боковую пришел сказал так паркануться бросил мои документы и ушел опять стою я здесь уже час наконец-то они вышли забрал у меня ключи от рака такой первый раз видимо чтобы я не уехал сказал тут находиться время уже два часа дня и до сих пор стою здесь вроде наконец-таки нашел диспетчер мне груз и уже начал переживать что я на выходные могу остаться без груза сказал мне ехать парканзанс выговаривать даже такое не могу ехать 122 мили два часа там будет загрузка потом поеду феникс вроде как подъезжаю же к точке 12 минут осталось в этот раз придется все таки подождем походу грузиться зевс походу жалился надо мной что уже кончился 2 минуты осталось что-то мне кажется навигатор меня обманывает куда-то он меня привел вообще в Кушарим after a quarter of a mile you will reach your destination или поехать прямо на такой дороге я еще не ездил конечно надеюсь я не застряну это бесец я проехал мне еще диспетчер написал позвони там номер так открыли тебе дорогу мой дорогу ворота походу объехал вышел пацан сказал follow me следуй за мной если кто-то не знал и еду вроде бы сказал туда куда-то в аэрофорту слева вот вообще самолетов прикольно интересно на чем мне грозит то будет прикольное местечко везу шпалы уже загрузили сейчас он застраповал самый приятный момент когда загрузился выставил навигатор и в путь ехать 20 часов потом скажу сколько за этот груз платят я что-то не забыл даже и посмотреть но прикольное местечко платят за этот груз 3250 моих будет 910 долларов сегодня пятница разгрузка будет только в понедельник в принципе нормы думаю за сегодня завтра доеду и воскресенье выходной будет 900 баксов хорошие деньги только отъехал вот минута буквально и дождь пошел просто повезло мне что я не промок до нитки перекрыл прям дорогу остановился увидел тут магазин другого варианта нет хочется нормальной еды закупился в магазине пробка даже не собралась но здесь маленький проходняк на 30 долларов закупился почти столько же купил как и в том магазине на 100 что он но если он был то что он не попал что он у Продолжение следует... 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 Приехал на тракскоп, но здесь уже на обучении стоят люди. Значает, что шансов мало найти парки. Наверное, нет их. Поезжаю в заправки, по завтракам ехать еще 945 миль. Остановился на такой аристерии, перекусил. На улице жесть, там творится 36 градусов. Еду дальше до следующей остановки, 4,5 часа. Там уже искупаюсь, поужинаю. Приехал на заправку, здесь прям уже дашь творится. Впереди меня что-то типа не заправляется. Видимо, ушел покупать. Так вообще не делается. Американская военная техника. Надохнул полтора часа, еле заставил себя сейчас сесть за руль. Так уже лень куда-то ехать, но завтра будет вообще лень. Уже доеду, 4,5 часа осталось. Завтра дофно. Доехал наконец-то я до парковки своей заветной. Последние мили прям вообще жестко вырубала. Сейчас ездил по этому. Уже башка не соображает. По парковке куча свободных мест. Я просто не мог никуда заехать. Вот я уже заехал передом. Куда-то не знаю. Но я в принципе не оставил места тут. Ну если залезет все, может быть. Здесь куча свободных мест, я думаю, никого нет. Пару раз пытался передом заехать другие места, но не получалось. Здесь из-за того, что два места получилось. Когда такой уставший, лучше не пытаться залазить в какие-то узкие места. Потому что говорят, 80% аварий у тракистов совершаются на тракстопах. Когда я утомлен и часто ошибаются. Пойду умываться. Завтра буду отдыхать. Отсюда до места разгрузки. 40 минут езды. Поэтому уже в понедельник поеду. Купил наконец-то эту штуку, чтобы мерить давление в шинах. Месяц уже езжу. По всем тракстопам еще нигде не было такой. Купил себе еще эту, лапшу. Первый раз в Америке. Хочется попробовать. Мужичок спит. Я вчера приехал, он спал. И он до сих пор спит. Крепкий богатырский сон у него. Я тоже надеялся отоспаться. Но, блин, в 7 утра уже проснулся. Ну, с учетом, что здесь разница во времени в 2 часа. С Чикаго так было бы 9. Но все равно поспал всего 7 часов. Вроде выспался, но хотелось отоспаться. Купил себе сейчас на завтрак яйца вареные. Рулетики. 10 баксов вышли. Это все. Другие виды прикольные. Вообще, рестерия классная. Рестерия парковка. На обед у меня Subway с Pepsi. Целый день смотрю сериалы. Не объедаюсь. Других развлечений здесь нет на тракстопе. Померил сейчас давление в шинах. Ну, там, в некоторых 100, в некоторых 110, в некоторых 105. Я думаю, это не критично. Буду ездить так. 90, когда станет, тогда буду подстать. Сейчас 7 утра. Купил себе завтрак, пошел. Буду выезжать сейчас. Завтракать уже, наверное, буду на ходу. 45 минут ехать до выгрузки. Хочется быть им ровно 8. Сейчас еще нужно прогреть 15 минут. И, надеюсь, четенько приеду. Отъезжаю на загрузку. Куда-то сюда показывают. Здесь тоже аэропорт. Зачем, интересно, эти шпалы в аэропорте? Сейчас тогда где-то тут вставать, идти, искать, куда ехать. Нужно вон туда баргануться. Гадо, мне сказали. Любительных этих маневров. Вот туда. Здесь места впереди много. Почему мне, интересно, такие следы остаются? Конкретные. Хотя я тут не дрифтовал. Открыл канистогу. Вроде еду норм. Должен попасть. Такой подставы я не ожидал. Сейчас вышел другой мужик, говорит. Это груз для нас, но нужно не сюда парковаться. Я уже припарковался. И надо ехать в другое место. Сейчас буду закрывать канистогу. Открыл здесь уже канистогу. Канистогу я как открыл, так и закрыл. Я вот опять иду за ним. За новым. Приехал где-то ворота открывать. Все серьезно. Как говорится, бог любит троицу. Начали наконец-то разгружать. Ну вот как думаете, для чего вот эти бревна в аэропорту? С одного аэропорта в другой аэропорт. Вез? Я вот что-то не могу догадаться. Все, меня разгрузили. Сопровождают на выезд. Чтоб, видимо, я не угнал самолет. 900 баксиков заработал. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok